Привет, Тулечки! Вчерашний вебинар был ни о чём. Очевидные вещи, которые, я не знаю, мне кажется, знают все. И сам Курпатов заболел, его не было, вёл всё парень, который рассказывал о каких-то очевидных таких вещах, которые, мне кажется, все знают, и приглашал на их курсы, и вот на всё такое. В общем, замануха какая-то, наверное, не знаю. Присутствовало три тысячи человек, потом тысячи сразу же ушли с этого. Видно там просто количество человек. Ну, я осталась, дослушала, просто было интересно, чем же дело кончится. Ну, в результате у меня что-то не очень такое приятное. Ну, не то, что неприятное, а просто никакое впечатление. Так что даже рассказать нечего. Решила сделать цветаевский пирог. Ну, как бы для себя делаю, в общем, поэтому тут фигурно сильно не выкладывала. И думаю, что ж я вам-то об этом не говорю. Так вот, вот рецепт. Если кому вот интересно, поставьте на паузу, запишите себе его. Я что-то тут добавила. У меня форма большая, 28 сантиметров. И я вот здесь вот в крем добавила одно яйцо ещё. Всё остальное всё так же. И ещё мы как бы любим корицу. Я добавила... Вот почему она такая коричневая? Вот видите, она, не знаю, как передаёт телефон. Я добавила корицу вот в этот вот в крем. Вот крем. А всё остальное, в общем... А, яблоки. Четыре штуки у меня были. Потому что яблоки, наверное, такие просто маленькие. В общем, смотрите сами. Три или четыре штуки яблоки. Ну вот, а всё остальное, в общем, можете вот сделать. И пеку я при температуре 170 и примерно так 50 минут или даже час. В общем, я не делаю больше температуру. И мне кажется, на температуре 170 вот такие вот пироги лучше пропекаются. Ну, на мой взгляд. Я не знаю. Смотрите сами по своей духовке. Вот такая красота получилась. Аромат на весь дом. Пахнет вот корицей и яблоками. Очень вкусно. Даже ради этого запаха стоит испечь такой пирожок. Вот что ещё нужно русскому человеку для счастья в Германии? Это сушки и помидоры. Представляете, солёные помидоры в немецком магазине. Я вообще обалдела. Надо будет попробовать. Не знаю, вкусно или нет. Но вообще, ну смотрите, какие прям красоточки. Прям наслаждение. Смотрите, как много я прям продвинулась. Осталось ещё совсем немножко. Рисунок приблизительно совпадает. Так что процесс идёт. Хотела поделиться одним фильмом. Мы посмотрели прям вот недавно. Называется «Искусственный интеллект». Знаете, такая история. Немножко как бы... Даже не знаю, как сказать-то. То есть сразу не выключайте. Начните смотреть. Вот немножечко посмотрите. Очень интересно. Мне понравилось. И какой-то такой лёгкий фильм. Приятный. Приятное впечатление о нём остаётся. Я рекомендовала бы, знаете, когда вот кто-то, может быть, вяжет. Вот включить, посмотреть, послушать. Ну, мне нравится. Если кто-то смотрел какие-нибудь интересные фильмы, напишите мне, пожалуйста. А я буду с вами так вот, когда посмотрю что-то интересное, я буду стараться всегда делиться. Ну, в общем, «Искусственный интеллект» — этот фильм 2020 года. То есть он практически новый. И вот недавно посмотрели, и меня прям что-то он так порадовал. У нас огромный град. Видите, что? Вон какой огромный. Мамочки. Бедные цветочки. Главное, туча-то, смотрите, она просто вот над нами висит, а вот там вот всё солнечно. Поменьше стал. Ну, он лежит даже на этом, на земле. Огромный кошмар, что творится. Ой, как жалкое растение вообще прям. Сидела, вязала, смотрела кино. Ну, пока не буду ничего рассказывать, пока не могу сказать, что прям рекомендую или там что-то надо смотреть. И у меня пришли мальчики. В общем, так что видео на сегодня заканчиваю. Желаю вам всего самого доброго и чтобы всё у вас было хорошо.